Всем привет! Сейчас пойдем потестим чего-нибудь интересненького в Эль-де-Ботен и поболтаем про духи. Всем привет! Немножечко хочу потестить новинки. Вот вроде бы это новый аромат Sparkling Joe от Вильгельмов. Вы знаете, по-моему, появился еще один парфюм на тему шампанского, причем не сильно кислого, не очень сладкого. Мне понравилось. Не знаю, как это будет на коже, но так пахнет шампанским. А вот еще какой-то Анимали Кью от Байреда. Вот этот парфюм мне очень какой-то лютанцевский. Знаете, как будто бы такой, что-то в стиле Сантал Можескюль. Вот такой же подгорелый кленовый сироп. Что-то такое теплое, приятное, но не настолько, может быть, яркий, как Сантал Можескюль, а как будто бы немножечко поспокойнее вот этот аромат. Но мне он тоже понравился. Старенький флёр бурлеск. Слушайте, ну какие вот все специфические ретро цветы. У меня прямо представляется такая бабусечка. А вот еще увидела новинку, наверное. Back to the roots. А, подождите, я не про то сказала. Это вот что с коняшками. Faces of Francis. Лица чего-то. Вот. Вот здесь. Такой легкий кожано-кониный нюансик. И что-то такое сладкое. А вот это сейчас попробую. Здесь, в общем-то, ирис явно такой корешковый, сырой, не сладкий совершенно. Немножечко даже с какими-то воднозелёными оттенками. Пудры пока нет. Но, знаете, такой свежеземлистоводный ирис. Да. Вот это конкретно бухлишко. Вот это прямо стопроцентно. Мне, знаете, нравится. Вот если, допустим, взять знаменитая шампанская Дом Роза, то вот этот аромат, мне кажется, не такой... Не такой острый, что ли. Не такой прямо резко шипучий. Он тоже шипучий, но что-то в Дом Розе прям бывает иногда слишком кисло. Вот здесь чуточку послаще. Я сейчас уже себе на руку нанесла. Прикольно. Появился у нас Мадурай. Перепробовала я его. Мне уже его продала. Хороший аромат. Имли попробовала. Вот не знаю. Столько было выступлений по поводу... Цело десятилетие, наверное, было по поводу Килиновской девочки. А имли появилась намного раньше. Практически тот же самый асмантус. Вот этот табачный. И почему-то про имли вы так не говорили, как про девочку. Ну, я не хочу сказать, что... Может быть, конечно, настроение там немножечко другое. Но, в принципе, для любителей табачных асмантусов вот это прямо оно. И потестила я себе на кожу. Нанесла французскую кожу. Тоже у меня когда-то была. Иногда о ней думаю, нужна она мне вновь или нет. Сейчас посмотрим, что еще интересненького. Ну, вот я возвращаюсь вновь к Sparkling Jew. Уже шампанское обветривается. Такой легкий оттенок. И аромат больше становится похож на газировку. Может быть, такую сладкую, грушевую. Я вообще не знаю, что там в этих ароматах. Потому что я вот зашла. Честно говоря, даже удивилась, что у Вильгельмов прямо много всего тут появилось. Сразу же три новых парфюма, которых я вообще раньше не видела. Прикольно. Ну, Vulcanic Flowers. Раз что-то я не помню, был он или нет. Ну, такой, знаете, мужской одеколон. Мужской одеколон. С каким-то сладковатым оттенком. Я не знаю, что это такое сладковатое. Все что угодно может быть. Может быть, типа шоколада, что-то. Ну, такой легкий какой-то. Но вот сладкий одеколон. Вот Lady Million Paco Rabanne. Мне кажется, вообще не похоже на те свои предыдущие варианты. Прям такой бело-цветочный аромат. Он не гурманский уже. Просто какие-то белые цветы. Неопределенные. Может быть, капелька пряности. Ну, не мой типаж парфюма. Флакончик, видите, теперь с какими-то рубинами. В общем, такой он средний по тяжести. Не сказать, что прямо буйнейший. Свежим его не назовешь. Скорее, как вот восточно-цветочное такое направление. В общем, только так его могу описать. Я еще раз зашла потестить новинку Dolce & Gabbana Devotion. Ну, я здесь слышу очень похожий аккорд, который есть в Синтре. Вот эти цветы апресина или что-то там такое. Они связаны с каким-то пушистым, таким гурманским оттенком. Ну, там в Синтре что там, я уже не понимаю. Маршмелоу или что-то такое. Там сахарок такой вот прямо. Но здесь не вязко. И есть немножечко вот этого тоже зелено-шершавого какого-то оттенка. Но это, знаете, как будто бы как Синтра на минималках. Ну, вот так. По крайней мере, с блотера это пахнет так. Да, и, кстати, есть вот такие вот маленькие объемы. Это 10 миллилитров. 2700 они. Ну, Life in Colors от House of Hood. Ну, не знаю, мне прямо пахнет растертыми иголками. Елки, ну, чего-то хвойного такого. Кстати, я вам хочу сказать, я набрызгала на себя несколько парфюмов. Это вот это шампанское от Вильгельмов. Потом французскую кожу и Инли. И все забивает Асмантус от Инли. Вот вам, пожалуйста. Инли это такой легкий воздушный аромат. Вот почему я это продала. Потому что он прямо такой настоящий табачный Асмантус. Совершенно нелегкий парфюм. Вот этот парфюм. Дезорт, дейшн, манамнау, оф инфини. В общем, название вы все увидели. Я к нему несколько раз подходила. Просто хочу сказать уже в ролике. Вначале он меня просто покорил. Он мне пах чем-то похожим на аромат от Meme. Я забыла, как он называется. Сейчас я вспомню, покажу вам его. А вот только тот парфюм на мне вообще не держался. Удивительно. Хотя Meme это такие обычно мощнявые ароматы. А вот здесь похоже. Как будто бы гурманика какая-то такая расцепушная. Как будто бы какие-то цветы кашки. Что-то такое. Какие-то молочные оттенки. И немножечко шоколада. Может быть, какого-то алкоголя. Ну, в общем, хрен пойми, что за замес. И хорошо, что я его нанесла себе на кожу. На кожу открылся очень похожим этим персиком, который есть в Gossip Night от Gritty. Который есть в Buantalente. Вот этот бренд в Profume. De Roma, по-моему, как-то так. И вот именно такой персик. Я понимаю, что это современный, видимо, вариант. Современное вещество, которое вот сейчас, если надо изобразить персик, добавляют. Но что-то мне от него вообще как-то дискомфортно. Аромат от Meme, который он мне вначале напомнил, вот тот предыдущий. Это Сива или Шива. Но сейчас её нет здесь. Здесь есть Эльха Думель. Давайте попробуем. У нас остались Аква Алегории. Есть Монгерлены. Несколько вариантов. И платьишки. Две штучки. Лапетир Абнар Интенс. А, это новая версия. Давайте попробуем. Мне кажется, это новое платье. Я не помню такой упаковки. Вот написано Eau de Parfum Intense. Ну, я вам хочу сказать, что на то первое платье пока что не слишком похоже. Он более спокойный. Нет такой яркой вишневой нотки. Не, ну вообще, что-то просыпательно. Он как будто бы сделан помягче. То ли без вот этой лакричности, то ли без занисовости. Не знаю. В общем, не такая визгливая у него сладость. По бархатистее это всё пахнет. Но пока что. Но опять тоже вареница и чаёчек чёрный. Что-то в таком духе. Приятно, но... Ну, ну, ну. Что-то мне напоминает. Может быть, даже из Ланкома. Может быть, какой-нибудь вариант Ля Ньюи. Трезора. Не знаю. Надо ещё попробовать. Я просто только брызнула. Посмотрим, что это будет дальше. Вот ещё появился... Я не помню этого аромата. Resistible Rose Velvet. Мне кажется, он свежоцветочный косметический. То есть в нём такие немножечко выстиранные цветочки. Весенние розовые. Непонятно какие. И вместе с этим какой-то немножечко помадно-ирисовый нюанс. Мне он, кажется, мягче других ирисистовов этих всех. И мне даже он как-то наиболее симпатичен. Но пока что. А вот это вот маленькое красное платье Noir Intense... Слушайте, вообще полный... Ну, лично на мой вкус полная ерунда. Мне вообще он не понравился. Какой-то настолько общий запах... Не знаю. Решила себе напомнить ангела-демон. Вот это удивление, конечно. У меня был он тоже. Но мне кажется, он был раз в 20 ярче. Такое ощущение, что он сейчас не такой яркий, как был раньше. Вот буквально даже 4 года назад. 4-5 лет назад. Казалось, что это было только вчера. Аромат вот прямо совсем стал полупрозрачный какой-то. По крайней мере на Блотере. Или, может быть, я перенюхала. Ну, не знаю. Смотрите, какая интересная штучка есть. Красивый какой набор. А что это? Парфюмерная вода резистовала. А, еще и 12,5 мл. Ну, в общем, вот так. Ван Ши, я уже говорила вам, люблю ангела-демон, люс-сикрет. Именно парфюмерную воду, туалетка мне совершенно не нравится. Мне под недавним роликом, где я говорила о своих любимых ароматах, какая-то зрительница написала, что ей ангела-демон, люс-сикрет, это лимонный пирог. Ну, это капец. Я не знаю, может быть, она, конечно, про вот эту туалетку говорила. Там она, да, наверное, больше в лимон уходит, но пирогами она тоже не пахнет. А у ПВ уж тем более. Для меня вот это настолько свежий, холодный, переливающийся аромат. В нем все вот какое-то водное, воздушное. Никакой выпечки, никаких пирогов вообще даже близко нет. У нас стоит бренд Armaf. Кстати, я никогда не видела, что это именно он. Я все время думала, что это такое за арабское что-то, нечто. Еще вот какой-то есть бренд. Ну, я знаю, что тут есть версии на разные ароматы, но я их особо не пробовала. Если вам что-то интересно, какое-то мнение, ну, напишите, что попробовать в Armaf. А это тоже какие-то парфюмы. Я не знаю, это все для меня, вот знаете, как пока что такое бледное пятно. Надо будет переходить и конкретно это все пробовать. Вот еще какой-то бренд. Ну, я так просто с пульвиков попробовала, понюхала. Вот этот вот, это прямо такая говняная кожа. Ну, тут написано Jazz Wood. Прямо очень анималистичный, простите. А вот здесь роза сладкая в сахарной вате. Даже не в вате, а в сахарном сиропе. В таком, немножечко с алкоголем, может быть. Не знаю, наверное, вдохновлялись каким-нибудь из там, в Анталии розовых. Ну, пока что более-менее приятно, кстати, пахнет. Вот из вариантов вообще на эту тему. Потому что иногда они выдают такой жуткий табачело, который просто невыносимо нюхать. Здесь тоже есть этот оттенок, но он тут как-то поаккуратнее. Ну, в общем, ладно. Это все, что я нанюхала на этот час. Вот эти вот еще. Ну, по-моему, я уже делала, снимала на них такой мини-обзор по верхам. Все это пробовала. Как-то меня этот бренд тоже не сильно впечатлил пока что. Оставляйте комментарии. У нас сейчас самые... Так, задняя елочка. У нас сейчас самые холодные дни. Сегодня вообще 21 градус. Так что вот такие вот дни. Ну, конечно же, морозы. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok